Всем привет, меня зовут Анна Котова и это мой обзор по сериалу номер 309 или комната 309, кому как удобно. Друзья, ничего личного к актерам, а только впечатление от просмотренного сериала. Думаю, кто уже просматривал более пяти турецких сериалов, то знаком с актрисой Демет Оздемер. Для меня она самая настоящая, как и Неслихана Атагюль, Карасепда фильм. Не боится камеры, харизматичная и умеет мило кривляться, что зачастую вызывает улыбку зрителя. Ну а актер Фуркан Палалы, исполняющий главную мужскую роль, мистер Тело, конечно. Но не актер года и далеко не сахар для моих глаз в этой картине. Ничего личного, может для кого-то это огонь мужик или мечта грез. Но для меня обычный такой себе среднестатистический мужичок. Таких много. Да, конечно, старается, но вытянула все умничка Демет и сценарий. Начало сценария. Посмотрю еще сериалы в будущем с Фурканом Палалы, дабы понять, может парниша или нет. Задумка, конечно, оригинальная и очень интересная. Неправдоподобная, конечно, но имеет место быть. Дальше не стали заморачиваться, хотя можно было прописать сценарий интереснее и более волнительнее. Несмотря на многие недочеты, в свое время он все равно завоевал своего зрителя. Именно поэтому серий много. Да, и конкуренции было не так много. На сегодняшний день добро пожаловать для просмотра «У кого вагон времени» или просто фанатичное желание наблюдать без остановки за главными героями. Отметить хочу положительную сторону. Мое умиление вызвало какая забота за беременной девушкой. Те, кто еще не мамы, смотрите и стремитесь, чтобы и за вами также ухаживали, радовали и поступками доказывали, что вы самые особенные и любимые, просто самые-самые. Юмор на уровне российских мультфильмов. Персонажи по красоте, скорее харизматичные. После получения первой партии поцелуев и понимания, что они точно будут вместе, интерес угасает, и я не досмотрела до конца. Это правда. Ставлю 6 из 10. Хоть любовь и победила, но скучно и растянуто. Ну все, пока-пока.